В Акимате области прошло аппаратное совещание. В ходе заседания были рассмотрены вопросы исполнительской дисциплины государственных органов, исполнение протокола по итогам рабочей поездки премьер-министра Аскара Мамина в Актюбинскую область, а также выполнение индикативных показателей по сельскому хозяйству. О состоянии исполнительской дисциплины рассказал руководитель аппарата Акимата Актюбинской области Нуржуауган Калауов. От Акимобласти в адрес местных государственных органов за период с 11 по 30 ноября текущего года было дано 391 поручение из высшестоящих центральных государственных органов 722 поручения. Однако из них не выполнено 23 задания различного направления. Из 118 поручений, данных по итогам рабочих поездок и совещания Акимобласти 12 не исполнены. Управлением строительства совместно с Акиматом Актюбин исполнено поручение обеспечить контроль за проведением строительства объектов IT-центра и легкоатлетического манежа, обеспечением инженерных сетей, зданий и благоустройством прилегающих территорий. Акимобласти поручил руководителя управления строительства, архитектуры, градостроительства Нурлану и Маналину проработать эти работы. Вместе с тем заместителю Акимобласти Кайрату Бекенову поручено пересмотреть и внести соответствующее предложение по обеспечению реализации программы экономика простых вещей. Управлению предпринимательства совместно с Акимами районов и Актюбин требовалось развивать уличную торговлю Арман-Кала. Однако данная работа не была реализована. Я до сих пор не видел конкретных результатов вашей работы. Нет ничего, кроме пустых слов. То есть поддержка малого и среднего бизнеса на бумаге. Глава региона отметил, что по данному вопросу будут приняты меры вплоть до освобождения должности ответственных специалистов. Руководитель аппарата Нуржуаган Калауф кратко остановился на проведенном анализе исполнения плана мероприятий по итогам отчетной встречи Акимобласти. Рекомендовал Управлению информатизацией внешних связей принять меры видеопредупреждения. Количество невыполнимых заданий увеличилось. Я хорошо понимаю, что некоторые вопросы возникают из-за нехватки средств. Тем не менее, проблема остается из-за низкой ответственности и организационных способностей. Затем заместитель Акимобласти Амонгали Бердалин остановился на показателях в сфере сельского хозяйства. Акимобласти отметил, что с 2020 года Министерством сельского хозяйства будут предоставляться субсидии крестьянским хозяйствам. В этой Минской области высокий потенциал и показатель животноводства. По итогам совещания глава региона поручила Акимом районов продолжить развитие сельскохозяйственной отрасли.